добрый день так продолжаем обзор моих покупок на этой неделе начну я пожалуй все таки вот серьг вот эти две серьги я нашла в одном секонд-хенде и мне они понравились не конечно не винтажные но я уже говорила что я люблю серьги носить эти сережки меня привлекли цветом и материалом это стекло такие вот стеклянные стеклянные не кристаллы такие кусочки и металл не знаю какой это металл интересно он так вот прям на на вот эти вот стеклянные капли не знаю что за материал если честно но как я уже говорила мне понравились мне понравился цвет и материал и там же нашла вот такие вот серьги мне они тоже показались очень необычные это конечно современные напомнили мне стручки фасоли или такие вот сети то есть жемчужина тут внутри прячутся как горошина такие вот интересные необычные очень симпатичные серьги эту брошку я нашла кажется вот эти брошки были в одном магазине вот эти три украшения были в одном магазине вот такая чудесная брошь не как она должна так вот наверно такие вот листики очень тонкая качественная работа на металле и вот такие вот кристаллы аврора бареалис мне кажется само стекло а это как мне кажется все таки стекло не не пластик как-то звучит дата стеклу стекло фиолетового цвета как видно под бензиновым этим покрытием вот принял в некоторых углах заметно что вы по крайней мере вот этот кристалл кабошон кристалл он фиолетового цвета и бензиновое вот это вот покрытие но голубого цвета нет тоже в общем очень красивая брошь такая вот у нее обратная сторона очень крепкий металл меня есть брошь колосок так вот работа и качество металла и именно тип металла мне напоминает именно из броши колоска сейчас может быть я ее найду и покажу вот брошь колосок вот брошь брошь листики единственное что вот это желтее а это вот более бледное золото но вот именно вот сам металл вот это тоже очень такой крепкий такой металл не гнущийся иногда бывают такие довольно таким мягкие сплавы это не мягкий сплав тут она двигается но это потому что так так он сделано это брошь а так это очень очень твердый сплав металла и видно вот на тоже очень тонкие линии вот эта тонкая не брошировка как это не знаю как это называете вот это вот вы гравировка на металле как и тут но я и при эту брошь не нашла чья она и в эту тоже искала в интернете но так и не нашла там же я нашла вот такое вот украшение но конечно довольно такие грубоватые крупные но мне показалось что камень натуральный тигровый глаз но не не пластик это точно вот такая на шнурке просто вот такой вот квадратный камень тут есть такой тег м эй джи или м ай джи я не знаю у меня не попадались украшение с таким тегом немножко уберу в сторонку это покупала когда-то на хэллоуин тоже в секонд-энде такие вот с черепушками украшение ну видно что это тот же тег но тут еще немножко четче видно что это по видимо буква а эй джи но я так и не нашла в принципе кто производитель и судя по стилю наверное это мужские украшения мне кажется женщины тоже наверно могут их носить при каких-то обстоятельствах так и там же нашла вот и такую брошку я не очень люблю бантики обычно не покупаю но этот бантик мне показался очень изящным такая вот ленточка и сразу мне бросилась в глаза уже когда повернула увидела что это брошка на пьер вот маркировка тут написано на пьер печатными буквами и насколько я знаю это более ранняя маркировка потому что в восьмидесятых каждый начиная с восьмидесятых написано пьер была маркирована курсивом ну а после того как ее купила кажется виктория сначала потом лес клейборн или что-то такое то они вообще перестали маркировать украшение но только может быть на бумажках на бирочках не знаю но очень красивый брошь я уже говорил очень изящный бантик и мимо я не смогла пройти ну последнее украшение это вот этот браслет я стала посматривать на пластиковые украшения или браслеты чаще всего потому что все пытаюсь найти украшение из бакелита ну в секонд-хендах или где-нибудь бакелит пока что я у меня есть какие-то пластиковые браслеты которые хочу протестировать но мне кажется что ни один из них не бакелит ну а этот как бы я поняла что это пластик и цвет был довольно таки интересный интригующий иногда бакелит бывает в таком необычном цвете там красный или с какими-то разводами поэтому я его взяла чтобы там проанализировать он мне показалось слишком легким для бакелита потому что бакелит довольно такие тяжелый пластик плотный но тут видите что меня то есть понять как как показать чтобы было не в тени так вот если показывая но в тени немножко и поближе тут меня заинтересовала вот это вот маркировка тифани and company вот это было вот это вот надпись не надпись а подпись как будто и japan я не сразу поняла что это за подпись вообще что написано я думала сначала клео что-то там поэтому пришлось искать ну конечно я маркировка тифани не могла не привлечь моего внимания я все равно долго думала бы взять не взять потому что была не уверена в том что это обязательно какое-то оригинальное украшение они какая-нибудь китайское скажем так тифани и но решила все-таки купить кажется она стоила где-то 3 панда и 999 как тут любит и и уже потом проанализировала поставила в интернете до тифани and co plastic bangle пластиковый браслет и нашла вот этот браслет на сайте тифани действительно и про него его скажем так описывали как японское дерево поэтому написано japan и вот эта лакировка акриловая по-видимому лакировка на дереве поэтому он такой легкий потому что дерево наверное дерево вот этот деревянный материал довольно таки легкий и подпись это элса подпись это элса перетти которая была дизайнером для тифани долгие годы видно да ну немножко может быть ничего не четко но элса перетти подпись вот так вот и стоит такие браслеты довольно таки недешево несмотря на то что это тифани обычно ассоциируется больше с серебром но элса перетти любила играть с разными материалами и вот один из ее дизайнов был вот такой вот браслет из лакированного дерева вот так вот у меня украшение тифани нет так что может быть я и предпочла бы что-то из серебра но спасибо и на этом в принципе очень довольна тем что я его заметила причем этот браслет я видела уже не наверное месяц или два как я заходила в этот магазин в котором я обычно ничего не покупаю но на но захожу и посмотрю иногда и этот браслет я его видела месяц назад мне кажется и два месяца назад но тогда меня пластиковые браслеты не волновали это вот в последнее время я начала их изучать и только вот с этим with this occasion да вот по этому случаю я как бы обратила внимание и заметила и купила вот этот браслет так что вот иногда стоит посматривать на какие-то вещи на которые наверное обычно не обращаешь внимание и и смотреть маркировки как бы выйти из зоны комфорта ну а на этом все в следующем видео я все-таки хочу протестировать несколько своих пластиковых украшений браслеты и бусы которые у меня есть у меня нету больших надежд что там будет бакелит но посмотрим ну а на этом все и пока пока пока